Кемеровская область 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 Как они выдержат все это. Помимо нефтехимсервиса, кто еще оказывает поддержку вашей команде? Нефтехимсервис нас, как говорит, спонсирует. Я хочу большое заняться к хоккейному клубу на Кузнецку в лице Сергея Олеговича Зиновия. Потому что предоставляется нам лед на Малой и Ленинской арене. Так что это самое главное, наверное, что сейчас есть возможность готовиться, тренироваться в нормальных условиях. Потому что я вам скажу, что по опыту, если лет 10 назад можно ехать было просто с улицы и еще можно выступить, то сейчас невозможно. Сейчас приезжают 60 команд. Вот в Сочи были 60 команд, приезжали. Ну, я могу сказать, что у 8-10 команд такой льда не было. Остальные все катаются и готовятся на искусственных льдах. Сегодня во Дворце спорта прошло торжественное чествование хоккеистов команды нашего города. Ребята были отмечены за свой высокий результат грамотами, подарками и премиями от администрации Кемеровской области и Новокузнецка, компании «Нефтехимсервис» и хоккейного клуба «Металлург». В ходе группового этапа турнира подопечные Александра Котина одержали три победы с общим счетом 23-1. В полуфинале новокузнечане обыграли в овертайме команду из Свердловской области. А в финале «Нефтехимсервис» с результатом 6-1 победил «Газовик» из Тверской области, который начинал соревнования в ранге действующего двукратного чемпиона. Теперь первое место у Новокузнецка. Игра проходила отлично, было не очень холодно. Мы старались выиграть с большим счетом. Турнир прошел хорошо, отлично даже. Несмотря на то, что было холодно, мы старались до конца, где-то у нас не получалось, где-то получалось. Мы каждый день исправлялись свои ошибки, старались сыграть на максимуме, побеждать и показывать результаты. По завершении честования команды во дворце спорта для жителей Новокузнецка прошел показ ледового спектакля. Участие в постановке принимали самые юные воспитанники школы фигурного катания нашего города. Зрителями представления стали около 7-тысячного кузнечан. Сегодня во дворце спорта большое количество детей. Не случайно. Мы хотим просто для всех детей города Новокузнецка продлить вот это праздничное настроение. Большую помощь в организации этого мероприятия, конечно, оказал хоккейный клуб «Металлург». Им огромное спасибо за предоставленный лед, за предоставленное время учебно-тренировочных занятий. И я думаю, что вот та рождественская сказка «Маша и Медведь», которую сегодня приготовили воспитанники детско-юноческой спортивной школы имени Анатолия Георгиевича Смоленинова, отделение фигурного катания, порадует новокузнечан и гостей нашего города.